Шестой класс, 22 серия. Остатки. Если два натуральных числа А и В имеют одинаковые остатки при делении на М, то числа А и В называются сравнимыми по модулю М. Вот так обозначается. А и В сравнимы по модулю М. Например, 9 и 24 сравнимы по модулю 5, потому что при делении на 5 остаток 4 у первого числа и у второго остаток будет 4. 3 и 43 сравнимы по модулю 10. При делении на 10 остаток 3 и у первого, и у второго. 18 и 24 сравнимы по модулю 3. Оба эти числа делятся на 3. При делении на 3 остаток 0 и у первого, и у второго. 28 и 0 сравнимы по модулю 7. Делятся на 7. Делятся на 7. Остаток 0. Свойства остатков. А и В сравнимы по модулю М тогда и только тогда, когда разность этих чисел делится на М. Второе свойство. Если А и В сравнимы по модулю М, и С и Д сравнимы по модулю М, то тогда сумма А плюс С и В плюс Д сравнимы по модулю М. Причем, обратите внимание, что вот в этой сумме одно слагаемое берется из первой пары, а второе из второй. Третье свойство. Если А и В сравнимы по модулю М, С и Д сравнимы по модулю М, то разности тоже будут сравнимы по модулю М. Причем уменьшаемая из одной пары, а вычитаемая из другой пары. Четвертое свойство. А и В сравнимы по модулю М, С и Д сравнимы по модулю М. Произведение, где один множитель из первой пары, второй из второй, вот А на С, будет сравнима по модулю с В умножить на Д по модулю М. Мы сегодня рассмотрим задачи как раз на применение третьего и четвертого свойства. Первая задача. Найдите остаток отделения на 8 разности. Значение разности находить не будем. Мы, применяя признак делимости на 8, найдем остаток у первого числа, затем у второго, и выполним действия с остатками. Итак, признак делимости на 8. Три последние цифры числа надо рассмотреть. Три последние цифры числа образуют трехзначное число 163. И это число при делении на 8 дает остаток 3. Значит, и у числа 2163 тоже будет остаток 3. Второе число при делении на 8 дает остаток 1. 560 делится на 8, а 561 как раз дает остаток 1. Выполняем действия с остатками 3 минус 1, 2. Значит, остаток отделения на 8 у разности вот этих чисел будет равен 2. Вторая задача. Найдите остаток отделения на 9 произведения. Значение произведения находить не будем. Применяя признак делимости на 9, а затем, выполнив действия с остатками, мы дадим ответ. Итак, признак делимости на 9. Сумму цифр числа надо определить. Сумма цифр первого числа. 21. При делении на 9 дает остаток 3. Можно сумму цифр числа не находить, а отбрасывать вот те слагаемые, которые делятся на 9. Например, 6 плюс 3. 9 делится на 9. 5 плюс 4. 9 делится на 9. Так и остается 1 плюс 2, 3. Значит, остаток 3. Второй множитель. Сумма цифр числа 24. При делении на 9 остаток 6. Так, можно еще проще. 9 отбросить. 15 при делении на 9 дает остаток 6. Перемножаем. Выполняем действия с остатками. 18. 18 делится на 9. Значит, значение этого произведения при делении на 9 дает остаток 0. Делится нацело. Третья задача. В выпуклом многоугольнике провели все диагонали. Их оказалось 35. Сколько сторон у этого многоугольника? Многоугольник выпуклый в том случае, когда после того, как вы любую из сторон этого многоугольника превратите в прямую, вместо отрезка в прямую, то весь многоугольник у вас окажется в одной полуплоскости относительно этой прямой. В таком случае многоугольник называется выпуклый. Давайте число сторон этого многоугольника обозначим за х. Х сторон и х вершин. Рассмотрим одну из вершин. Если всего х вершин, то из этой вершины будет выходить х-3 в диагонали, потому что не идут в счет соседние вершины и сама эта вершина, потому что с соседними вершинами эта вершина уже соединена отрезком. Эти отрезки являются сторонами многоугольника. Итак, х вершин. Из каждой вершины выходит х-3 в диагонали. И вот это произведение надо разделить на 2, потому что одна диагональ на две вершины. И всего получается 35. Теперь осталось решить это уравнение в натуральных числах и назвать значение х. Единственное натуральное число, которое подходит, которое является решением этого уравнения, это х равен 10. 10 умножить на 7 – 70. Итак, вопрос задачи. Сколько сторон у этого многоугольника? У этого многоугольника 10 сторон. Ответ – 10.